Были ли у вас ощущения надвигающейся войны? Ну, в то время я как-то... Да, ощущала. Я в это время была в селе. Ходилось проживание в селе. А потом уже нас забрали сюда, в Пензу, в школу... Не в школу, а как это называлось? ФСЗО. Фабрично-заводское обучение. Там проучилась я 6 месяцев, а потом нас выпустили на работу на железную дорогу. На железной дороге я работала. А потом, сколько я проработала, меня послали на учебу на осмотрышку вагонов. Проучилась я там, по-моему, месяц три проучилась. Выпустили меня на работу, и я стала работать на осмотрышку вагонов. Вот. Как раз увезли в это время, когда Сталин приказал чеченский народ эвакуировать их на Дальний Восток, туда, в Сибирь. Вот. И мне пришлось осматривать этот состав чеченцев. Вот. Ну, конечно, я не одна смотрю. Нас бригада, извините, нас бригада, значит, в одну сторону идёт автоматчики, по другой сторону осмотрыщик, там ещё смазчики. Это сейчас смазчиков нет. А тогда были смазчики, вот эти, буксы смазывали. Вот. И прижал меня один чеченец. К вагону так прижал. Я говорю, ну, хорошо. Я говорю, я не одна, ведь здесь. Сейчас, я говорю, закричу, я говорю, и тебя... В общем, не покажется. Ну, и при том у меня со мной молоточек такой вот был. Я, конечно, с ним немножко поборолась, но всё обошлось. Как-то. Всё обошлось, и в этом нетрудно было. Потому что я сумела себя защитить. Какой примерно этот год был? Это был... Ой, в каком году было это их гнали-то? По-моему, или 42-й, или 43-й год. Вот, вот, точно не помню. Вот из этих двух. То ли 42-й, то ли 43-й год. Что вы думали о войне с Испанией, столкновении с Японией, начале Второй мировой войны в Европе, когда была она? Слышали об этом? Я слышала, но как-то всё не приходилось мне с этим, как говорится, разговаривать. Не приходилось. Не знаю. Как вы узнали о начале войны? В каком месте вы находились? Я находился в это время в деревне. Он был в семье с мамой. В то время я услышала о войне. Потом, значит, здесь уже брата забирали на войну. Младшего брата забирали. Старший брат уже был там. В это время я и узнала. Что вы думали тогда о причинах войны? Ну, а что мне было 13-14 лет? Я не знаю, что я думала о войне. Не знаю, я не представляла. Но война есть война. То есть люди воюют, и всё. Вот такое у меня было представление. Ну, что у меня было 14 лет? Слышали ли вы речь Молотова? Молотова я не слышала. А Сталина? Сталина слышала речь. Какое у вас было впечатление? У меня было о Сталине впечатление очень хорошее. Хорошее впечатление было о Сталине. Когда у вас что-то умер, в 1953 году, я работала уже на работе, и услышали. Здесь мы сразу в митинге были. Расскажите о том, когда вы были призваны в военно-экспортизационное отделение. Какое-то такое. Ну вот. У меня сейчас трудовое место записано в трудовой книге. Когда и что. А трудовое книгу у меня у сына. Ну, примерно какие года это было? И как вы туда попали вообще? Прямо призвали меня в отдел кадров на железной дороге, когда я работала. Призвали в отдел кадров. И сказали, вы назначайтесь вот туда-туда-то. Куда вас назначили? Вот назначили вот в это военно-экспортизационное отделение. Сначала нас сформировали в Пензе, а потом сформировали нас в Куйбышево, сейчас Самара. Вот. Там нас сформировали, состав нас, и отправили. Потихоньку мы так ехали, ехали, ехали по дороге, конечно. И бомбили. Все. Ну, как-то мы все-таки добрались до Гомеля. В Гомеле мы остановились. В Гомеле остановились. Мы, значит, стали там восстанавливать железнодорожное депо. Ну, тут началась бомбежка. Я сидела в это время под вагоном. Расколки летят в разные стороны. Идет наш, это-то, мужчина там, из нашей части, из нашей группы. И говорит, ты что здесь сидишь-то? Да ты видишь, что творится. Ну, ничего, за шкирку и в яму. В яму, в кустах. Всю ночь отсиживались. Мы, ну, вроде к утру бомбежка остановилась. Вот. Ну, и, значит, опять, по-моему, на работу. Работали. В чем заключалась ваша работа? В наша работа, ну, в чем заключалась? Если депо, там же эти все кирпичи, то складывали все, хорошие кирпичи там, чистили и складывали. А потом, значит, другие мастера, мы-то чего же, глупенькие были, молоденькие, вот. Ну, а постарше, которые, они устанавливали, вот, строили по-новой. Какая минута, день или события были самыми трудными, тяжелыми или опасными? Опасными были в то время, когда мы туда ехали. Потому что бомбежка все время была. Вот в это время было очень трудно нам и выбежать. Как-то поезд, если идет, во время во время хода поезда, мы не выбежим никуда. А где остановятся, все сразу разбегаемся, кто куда. Разбегаемся. А потом опять собираемся, если утирели, то я не знаю, позже, я слышала после меня, что разбомбили половину. А из нашей группы осталось только половину людей. Ну, конечно, то постарше были женщины, они и в обморок падали, и всякую. Ну, а мы молоденькие, у нас еще нервы были на замке. Я как никого и ничего не боялась, и не страшилась. Мне было все равно. Я, если мне вот встретился, вот, например, вот как в поезде, я дала ватку, несмотря, что я молодая. Какое событие запомнилось, как радостное? Радостное событие. Радостное событие. Уже после войны их было. А во время войны, ну, какое может быть радостное событие? Ну, может быть, встретили. Или агитбригады какие-нибудь приезжали? Артисты? Ну. Не слышали бы. Нет. Нет. Не было. Можете ли вы рассказать о подвиге, которым мы были свидетелем? Я не понял. Это какой-нибудь... Даже не знаю. Не могу сказать. Как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? У вас были какие-то сомнения в том, что выиграем войну? Сомнения... Вроде сначала, когда отступали наши, сомнения вроде немножечко было какое-то. А когда дошли до Москвы, тут уже сомнения все отпало. все, наши погнали. Здесь уже сомнений у нас не стало. Отпало все сомнение, что все равно наши, как можно сказать, в беде. Здесь уже сомнений нет. А вы слышали что-нибудь о битве за Москву, которая была в 41-м году? Когда я была дома, когда еще... в начале войны, в начале войны, я в это время еще пока не сознавала. Ну, то есть, по своему возрасту, я еще не сознавала. Это уже после все. Все это уже после я все узнала. И сколько... что после войны сколько книг прочитали все эти вот... как их... муж у меня очень любил патриотичные книги военные. Так что в это время уже многое знали всяких книг прочитали. А, всяких книг прочитали. Расскажите о вашей старшине, кто больше всего запомнился или руководителем. Запомнила. Имя не помню, фамилию запомнил. Самборский. Вот это я запомнила. Даже имя не помню, я запомнила. Самборский. А чем он вам запомнился? Ну, наш был как это... руководитель нашей группы. Сквозь отсюда Спензе нас сопровождала. А вот уже когда в Гомеле, из Гомеля, я уже не помню точно, кто. А как вы, ваши товарищи, считали во время войны действия полководцев? Слышали? Ну, Жуков, Рокоссовский, они что, не слышали? Ну, слышала, конечно. Слышала. Какое было ваше отношение и ваших сослуживцев к личности Сталина? Что по-вашему объединяло представителей разных народов на фронте? Больше разные национальности, которые как раз за... Ну, все равно была дружба какая-то. Дружба была. Не обращали внимания, кто он такой, где Исуэзбек или кто-то, все, не обращали на это внимания. Так что была между всеми у нас какая-то сплоченность была. А вот Чечен, о котором вы рассказывали? А Чеченов там не было у нас. Там не было. Это только вот я, когда работала, вот я только про них и слышу. Верили ли вы в Бога? В то время нет. Нет. В то время не верила. Как удавалось не падать духом и поддерживать дисциплину? А как это объяснить? Если должна дисциплина, значит, должна быть дисциплина. Если нам что-то приказывали, значит, мы обязаны этого не сделать. Не отнековались. Не... Ну, как еще сказать? Вот, так что что нам приказывали, то мы и делали. Подчинялись старшеству. У вас были встречи с населением вот как раз в Белоруссии? Или там уже никого не было? Там уже не было. Не было. Не было их. Вот, там уже я ходила, там и не боялась я ничего. Там были вот, знаете, одни развалины. Не развалины, одни кирпичи. Как я никого не встретил, я не знаю. Почему я не встретила никого? И, между прочим, и фронт недалеко еще ушел. Мы же видели эти парасирующие пули, и все эти, и самолеты, все видели. Вот. вот, а, вот, среди никого не встретили. А еще были какие-нибудь события, вот, когда вы как раз вот эти, ну, три года, когда вас призвали туда, что не беспорядка, какая-то дорога, опасный участок какой-то был, или как происходило, что именно вы делали, ну, работу какую выполняли? Какой-то восстанавливали железные дороги? Восстанавливали железные дороги. Мы оборудовали вагоны, теплушки, можно сказать, вагоны. Мы таскали, эти, делали настилы, доски, вместе со взрослыми, хотя и мы глупеньки были, но вместе со взрослыми мы оборудовали вот эти вагоны, теплушки для военных. Ставили и буржуйки туда, ставили эти вот пельчики, и эти, доски накладывали, как эти. Вот. Вот. Тяжело, конечно, было нашим молоденьким такую доску тащить, или все. Ну, все равно работали. А куда деваться? Мужчин там не было? Были. Были мужчины? Конечно, были мужчины, да, были старше нас мужчины. Старшие, они на нас еще обижались, что вроде надо работать так, как положено, со взрослыми. Но у нас был такой начальник, он немножко за нас заступался и говорит, ну, товарищи, может, дети? Что вы хотите от детей? Вот. Ну, как заступался за нас. Но все равно приходилось обладать куда-то ваться-то. Вы слышали что-нибудь о власовцах? Это же позже. Уже после войны? После войны я так слышала. А вот как вы относитесь к современным попыткам их оправдать? Я даже не знаю, как его оправдать. Ну, вот сейчас очень много передач снимается о том, что, как бы, ну, оправдывается все ее действия, что они были вынуждены так поступить. Я не знаю, вот только что книжку закончил читать. Вот только что книга. Вот у меня лежит книга «Отчий дом». Как раз там про Семеновцев. Ну, там против его были, вот весь народ был против, потому что резня была, он убивал, голову рубил всем вот это в этой книге. А вот ну, это все только после войны я уже услышала. И что он сдал армию. Сдался ведь он в армию, всю армию сдал этим немцам. Вот это вот я уже услышала. Сама, конечно, вещь, не встречала, не видела. Ну, а вот и по слухам, и все, и по писаниям, по слухам это я все слышала. Как вы относитесь к возможности человека искупить свою вину, который предоставлял штрафбат? штрафбат. Ну, они же искупали свою вину в своей крови. Да. Если серьезный человек, он, конечно, искупит свою вину. А если который... Как бы я сказал? Были какие-нибудь бытовые трудности? Где вы жили? Где готовили, допустим? Даже, ну, помыться? Где в этом? В гомере мы были, когда у нас ничего не было этого. Не было нигде не помыться. А давали нам сухой паелку. Мы получали сухой паелку. Мылись мы нигде не мылись. Если только озерко какое и все. У нас ничего не было. Абсолютно. Где ночевали? Ночевали в вагонах. Если бомбежка, то на улице ночевали. Прямо на земле. А землянки не рыли? Ну, на землянке были. А в яму были, битики. И вот в яму в кустик. А и ночевали. Как вы оцениваете нашу боевую технику? Как оценить боевую технику? Как вам сказать? И неплохо, и нехорошо. Средний. Средний я оцениваю свою технику. А уж вот когда Катюши пошли, тогда да, за счет Катюши пошли мы вперед. А сначала не очень. Вообще не готовы были к этому. Хотя Сталин конечно говорили, что он говорил, что все по локациям. Не готовы были. Самолеты были какие-то. Где-то сбомбились весь наш аэродром. врасплох, как можно говорить. У нас остались врасплох. Я так думаю. Как отдыхали во время затишья? Во время затишья войны? Да. Как отдыхали? Как придется. Так и отдыхали. Уснешь, то не уснешь. боясь. Была ли любовь на войне? Была. Расскажись немножко. Про нее рассказывают интересно очень. Вот давайте поговорим. Когда я работала на пензе второй, значит я в одной смене работала, а мальчик другой, который интересовался мной, он работал в другой смене. И вдруг нас обоих назначили вот в этот ушел он. Он ехал рядом. Вагон был, а мой женский вагон был. Но он старался чем-то угодить мне. Он даже давал мне кусок хлеба. Было трудно? Трудно было. Он старался дать кусок хлеба мне. когда мы приехали в Гомель, вот, там уже, как говорится, и ухаживать-то было некогда, но все-таки нет-нет, мы урывались встретиться. Ну, я не знаю, вот это выключили, я скажу просто так. Выключили. Я вам расскажу про это. Когда и откуда вы писали домой? Сообщали о себе родным? А тут с Гомель пишала письмо. Все можно было писать? Нет. Запрещали что-то писать? Ну, да, кое-что еще писать. Так, просто на мелком все. А какую информацию запрещали? Ну, есть никакую информацию. Военной. Что вы знали о союзниках Советского Союза? Я знала о союзниках только Америку. Больше никого не знала. Ощущалась их помощь на фронте? На фронте в то время, как мне были, не ощущалось. А вот в то время продовольствие не поступало? В продовольствие поступали чуть-чуть попозже. Поступали вот эти яичные порошок, там, еще хоть что-то, я уже не знаю. Вот помню, от себя. А какой помощи ждали от союзников? Какую помощь? Военную ждали. Встретили ли вы, что их помощь была своевременной и достаточной? Нет, не своевременной. Слишком долго они выжидали. Где и как вы встретили День Победы 9 мая 45 года? Что делали и что чувствовали? День Победы мы встретили в городе Сызране. В это время мы были в городе Сызране и мы встретили там Победу. Как вы услышали, от кого? От кого мы услышали? По-моему, услышали по радио. Я даже не знаю. По-моему, по радио мы услышали. А потом уже все друг по-другу здесь уже ой, что было. все кричали Победа, Победа, ой, что тут было. Тут откуда ни возьмись, гармошка появилась, какой-то эшелон военный стоял, тут пляски, песни. Вот это все был День Победы. Это еще не запомнилось. Я и то чистушки качал. Это в городе Сызране было. Какой фильм о войне по вашему мнению лучше всего передает атмосферу военных лет? Шесть часов вечера после войны. А еще какой-нибудь? Да, много еще военных картин было. Я уж не запомнил. Вот это больше всего запомнилось. Произведение какого писателя наиболее правдиво отображают войну. Так, больше всего кто у нас писатель про Мариси писал, кто писатель Памяти нет. О, шутки нет. Памяти нет. Не помню. Вы слышали о войне с Японией после 1945 года, вот как раз летом? Да, слышала. Но она быстро как-то закончилась. Как вы восприняли победу над Японией? Положительно как-то. Как вы сейчас думаете, почему началась война? В то время. Ну, как подумать, почему терраса война? Потому что Гитлер хотел завоевать весь мир. И хотел сделать свою нацию, одной нацией, арийской, как они поражались. Вот. Захотели завоевать весь мир. А потом у нас же Россия. Почему на Россию пошел? У нас очень много разных ископаемых, полезных в нашей России. В Сибири особенно, там, в Востоке все. Поэтому захотелось быть главным империей. Вот и пошла на нас война. Как избежать угрозы войны для нашей страны в будущем? Как избежать, кто верно, как избежать войны в будущем? Чтобы люди сознавали, как дорога наша Родина, наша земля для себя, для нас, особенно для русских. Что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Молодежи я пожелала бы хорошего здоровья, крепкого здоровья. И чтобы все у них в жизни было, все бы их мечты забывали, чтобы они учились, выучились. И, как выразиться, чтобы в их жизни не было этой войны. В их жизни, чтобы не было этой войны. Чтобы они не видели этой страсти, этого горя. И пожелать им счастливой, хорошей жизни. У вас награды какие-нибудь были? Ну, награды у меня, вот юбилейные уже, 4 награды есть. Вот, в принципе, все. Все, ну, больно сама такая, скупаемая.